Микс Ньюс Здравствуйте, 12.16 в Риге, в эфире радио Болтком программы «Разворот». Сегодня ее проведу я, Анастасия Смоловская, помогает звукорежиссер Евгений Копейн. В гостях у нас специалист по общественным отношениям, публицист Мартис Бендикс. Добрый день. Добрый. Поговорим мы сегодня о нашем будущем, светлом и несветлом, узнаем буквально через несколько месяцев. Но, в общем-то, конечно, все вокруг этой темы, вокруг предстоящих выборов. И все, что в связи с этим происходит у нас, происходит много чего и активно начало происходить. Обычно лето такое, время затишье, но у нас как раз-таки наоборот. Это очень видно по новостным лентам. Но вот из последних новостей, прям вот горячих-горячих, что к партии «Согласия» примкнули активисты, которые были защитниками, но являются защитниками русского языка, русского обучения, обучения на русском языке. Это Константин Чекушин и правозащитница Маргарита Драгила, которая также соорганизатора акции «Бессмертный полк» вступили в «Согласие». И теперь от них будут баллотироваться и в «Сейм» в том числе. Как вы думаете, такие шаги активны от «Согласия» тоже? И Домбровский буквально две недели назад стал кандидатом в «Премьеру». Я не буду себя выставлять как специалистом по внутренним течениям в «Согласии», но так с точки зрения большой картины, зимой, весной казалось так. Раз организируется еще одна сила, которая будет иметь более жесткую линию в этих вопросах, отличную от «Согласия», то «Согласие» должно, чтобы не потерять свою позицию, немножко двинуться в сторону центра, выставить себя социал-демократами европейского типа и стараться захватить какую-то часть латышского электората. Сейчас кажется, что случилось два момента синхронно. Во-первых, «Согласие», я думаю, осознал, что этот маневр не очень получился уйти и перераспределить электорат. А этой «Алтернативной» силе не удалось подняться достаточно в рейтингах. «Майский» изомер у них был ниже 2%, если не ошибаюсь. Правда, эти цифры не, так сказать, как физикальные, что-то там, то весит столько, то весит столько. Это опросы, а при очень этих малых числах там, к тому же, очень большой коридор ошибки. Если не ошибаюсь, при этих числах там коридор ошибки 1,2%. То есть 1,7 может означать вообще ничего, а может 3, но 3 тоже, не 5. И получается, что активисты, которые уже видели себя, так сказать, на следующие 4 сезона, так сказать, зимующими в хороших условиях, тут недалеко от вашей редакции, подумали, что лучше все-таки быть не первым парнем на деревне, а может быть вторым или третьим, но точно в городе, в данном случае в Семе. То есть такой ход мысли полностью был бы логичным, но это мои предположения. Я, вот скажем откровенно, вот лично ни одно из этих, ни с одной, ни с другой стороны деятелей, так сказать, не знаю, какие там были переговоры, какие там должно быть, есть и что, всякие другие моменты, я просто не знаю их. По поводу премьер-кандидата, будем точны, в премьер-министра от согласия Вячеслава Домбровского, его возврат в политику после такой академической работы? Ну, его академическая работа после ухода из политики была все-таки завязана на очень узком финансировании частного бизнеса. И большинство этого финансирования, скорее всего, что остановилось после событий феверальских, мартовских в финансовом секторе. Но он выступал и критиком действий правительства. В том числе, но самое главное, что вся эта аналитика от Цертус в большинстве случаев финансировалась либо прямым заказчиком по темам, а в общих чертах очень большая часть финансов шла от АБЛВ. И потеряя эти финансы, он фактически, либо ему надо идти на, так сказать, совсем уже такие простые харчи куда-то в университет обратно, он очень компетентный человек в этом смысле. Он бы без работы не остался, да? Но, учитывая, может быть, его недовершенные амбиции и так далее, он принял такое предложение. И для согласия это, в конце концов, не самый плохой ход, потому что у них очевидного хорошего кандидата из своей среды не было. Это их все время предыдущие выборы было понятно, что они выставляют там двух кандидатов, из которых, понятно, ни один, ни другой не будет. И это, ну, это вообще-то со временем начинает, так можно, один сезон как-то, одну компанию, другую, ну, сколько можно. Есть у вас серьезный кандидат или нет. В таком смысле это достаточно, во всяком случае, непроигрышный ход. Выставить человека, который точно понимает макроэкономические законы и может спокойно дискутировать по ним. Ну, другой вопрос, как это, учитывая его предыдущую историю, он все-таки был сторонник довольно взглядов по экономике от центра справа. В либеральную сторону, именно в либеральную сторону. А тут он будет, значит, руководить, будет кандидатом от социал-демократической партии. Но это, вообще-то говоря, не очень так идет. С точки зрения такой, ну, теории, политологии, это совсем странно. Но у нас, вообще-то говоря, кто там левый, кто там правый, это уже до того размытые понятия, и что, может быть, это, может, и не заметят в избирателе такой момент. Ну, вот как раз про избирателя, что он заметит, что он не заметит. И с года в год мы замечаем, что все недовольны. И, мне кажется, это недовольство уже, вначале было такое бурное недовольство, потом мы как-то руки сложили и уже плюнули, ай, все равно мы ничего не изменим, поэтому, ну, что уж там. Но, с другой стороны, это мы же сами и выбираем этих людей, а потом ими мы же и недовольны. Почему такая закономерность, и должно ли это послужить причиной для того, чтобы быть более активным, в том числе на выборах? В этом году я ожидаю, что активность будет немножко выше, учитывая то, что задействованы слои общественности, которые до сих пор в выборе вообще-то игнорировали. Они точно... Какой их размер именно, это очень трудно поддается за мэр, поскольку это, так сказать, не классический электорат. Это вот все эти новые партии, которые фактически организуются, как группа друзей из Фейсбука. И там они копошатся, копошатся, и вдруг вот есть программа, там есть партия, и поехали. Они не те люди, которые читают газету утром, слушают вашу передачу днем, и вечером идут в библиотеку встречаться с кандидатами депутатов и задавать им каверзные вопросы. Это совсем другие люди. Это которые ходят, знаете, в розовых шапочках, телефон все время что-то тыркают там и так далее. Это другие люди. Это молодые люди? Молодые и не совсем молодые. Я думаю, ну, с моей точки зрения уже все молодые, но это, я думаю, и поколение 30-летних. И это уже поколение, которое не помнит выборов 95-го года, которое не помнит, что такое Банк Балтия. Это другие люди. И к ним сразу другая, другой метод обращения, другая терминология, другой тип поведения совершенно нужен. Наши политики улавливают это, что надо менять? Те, которые вот появляются, вот в прошлой кампании появился феномен Артуса Кайминча. Он именно как раз то понимает. Он получил 14 тысяч плюсиков там на выборах. И фактически протащил. Они вот с Бондарсом протащили эту организацию в парламент. Сейчас, когда они оба ушли, там вообще абсолютно ничего уже не осталось. Так что это... А сейчас таких уже тут целая, так сказать, рота уже набралась, так сказать. И это, учитывая, что это люди, которые не имеют привычки потребления СМИ классических, информацию набирают по-другому, не совсем ясно, как к ним пробраться, и совсем не ясно, как их замерить. Потому что они... Вот те методы рейтинговых агентур, они столетние, эти методы. И они очень хорошо работают, чтобы вообще измерить такого типа организации, как ЗЗС, как Согласии, как Националы. Это стабильный электорат, он немножко в одну-другую сторону. Они примерно одного образа поведения. И эти замеры достаточно адекватные. А как замерить те вот 2,2% тех, которые ни одной газеты вообще в жизни не читали и не собираются этого делать? И смотрят они тел... То, что они говорят телевизору, это то, что они в телефоне уже в записи посмотрели. Отсеивают для себя информацию. И нет вот главного редактора, с которым ты договорился, ты давай это поставь на начало, а это потом, а это вообще не ставь. А он не пользуется той информацией, где есть главный редактор. Он сам себе редактор. Ну или Фейсбук ему подсовывает уже что-то, за что там господина Закерберга, так сказать, хулили, так сказать, за то, что он подсовывает, ну так, неправильно там, как бы. Из каких-то других интересов, которые там трудно высчитать. У него есть алгоритм, он говорит, я больше не буду, но какой его алгоритм, никто не знает. И не узнает, скорее всего. И это на то, на чем он зарабатывает. Почему бы он это отдавал? Он что, вот все, ему можно, так сказать, выставить что-то, но только не то, что он дурак. Это уж никак. Ваши слова, в общем-то, подтверждают и результаты экзитпулов на выборах самоуправления, когда результаты экзитпулов были одни, а в результате буквально за несколько часов вечером вроде как одни результаты, а с утра уже проценты поменялись. Это тоже в ту же направлении, но тут немножко другой момент. Если эти классические опросы, они все математически, статистически, они с 95% возможностью, но делается это из тысячи опрошенных, а в большинстве случаев сейчас уже тысяч не набирается. Реально они 10-12 дней скребут эти результаты и набирают там 800, может быть. Они уже слабые. Экзитпол считается намного в 10 раз стабильнее, поскольку это очень большая масса, и это на месте. Но тут, я думаю, сказалось то, что очень большая часть участников, опрашиваемых, просто не хотели давать ответы. Из-за вообще недоверия всей этой системе. И поэтому получилось, что вначале показалось, что вот празднование уже Бондарс, Мерс тут, и, так сказать, и все рады, потому что те, которые вышли за него, проголосовали с большой радостью, заявили, что они про него. А те, которые голосовали за Ушакова, часть сказала, а часть думала, ну, потому что он тоже по Кришан-Барон ходит улицу, ну, и какой-то, ну, беспредел реальный, да? Но он не будет голосовать за Бондарса, поэтому, ну, так, ну, не знаю, не скажу. И этого хватало на эти 2-3%, чтобы, поскольку это был, выбор били 50 на 50 фактически. Ну, так, если совсем уж грубо разбираться. Если говорить про коммуникацию, последнее время, ну, и мы, как СМИ, тоже сталкиваемся с тем, что тяжело достучаться до лиц, которые у нас в правительстве, до главных должностных лиц, которые как-то не хотят коммуницировать, не хотят выходить, объяснять, рассказывать. И, в частности, очень часто им это и говорят о том, что, ну, вот как же мы можем понять, если вы нам ничего не говорите, а потом там тихонечко где-то какие-то заявления делаете, и не объясняя ничего людям. Как вы думаете, вот эта вот стратегия неохотно общаться с людьми в преддверии выборов, может быть, это боясь сказать что-то лишнее, или избегая каких-то вопросов, удобных, неудобных, любых? Я думаю, там многослойного, и по разным, каждому там будет какая-то другая аргументация. Одна из них может быть такая, что действительно до того все сейчас усложнилось и так быстро развивается, что есть боязнь не выглядеть некомпетентным, что тебя сразу спрашивают, это что такое? А, интересно, а это что такое? Ну, из-за того, что очень быстро все происходит. Посмотрите, как министр финансов, она в течение пяти дней поменял три концепции, так сказать, по офшорам и там по этим. То было 40%, непонятно от чего, там 20%, непонятно от чего, там счетов, сумм, чего, через два дня 5%. Что за наука такая интересная, которая вот так дает, и почему именно 5, а не 3,7 или 6,2? То есть это было понятно, что человек попал в ситуацию, где очень непредвиденное развитие событий, и, ну, она там не может не говорить. И видим, что результат не очень, поскольку к такой быстрой работе с таким быстрым реагированием никто вообще не владеет этими качествами, а проактивно и того есть боязнь, потому что ошибиться в какую сторону, тут непонятно, кто хороший, кто плохой иногда, и это может быть одна из причин. Вторая, чисто элементарная, что сейчас там так много происходит всяких подтечений, что, может быть, просто времени нет так много. Проконсультироваться со всеми? Нет, ко всем ходить, что график такой, вот в среду с утра там то телевидение, там в обед, это все, больше не успеваем, надо еще веди и там свои эти, ну, там, ведь списки еще не готовы, но мы ранее разделены. Это очень важно, ты будешь в списке первым, третьим или одиннадцатым. Мы продолжим разговор после перерыва на новости рекламы, не переключайтесь. Мы продолжаем программу разворот, у нас в гостях специалист по общественным отношениям, публицист Мартис Бендикс, вы тоже можете задавать свои вопросы, 672 12 93 9, 672 13 93 9. Кучинский студ на днях заявил о том, что против министра финансов данной разницы Озола, которая является одним из самых ярких представителей СЗК, и, скорее всего, и будет на предстоящих выборах, и против нее компания организована, и даже правоохранительные органы уже обратились, потому что активно ее со всех сторон пытаются критиковать, поддеть, и, в общем-то, наверное, на это есть причина у людей, или нет, как вы думаете? Причин она сделала, знаете, два вагона еще с прицепом, но Кучинский, как премьер, поставлен в данном случае в довольно такой бинарной ситуации, там нет половинчатых, или он требует отставки министра, или он защищает. Он очень рационально, несмотря на все, взялся защищать, поскольку это министр финансов, те слушатели, которые, может быть, упустили такие тонкости нашей Конституции, министр финансов, по сути дела, первый министр. Он без визы министра финансов очень многие вопросы просто не решаются. Министр финансов имеет право подписывать государственные договора без доверенности. Просто вот его пост позволяет взять на себя, ну, скажем, долговые обязательства и так далее. Другим министрам такое не положено. То есть, министр финансов это очень ключевая позиция. Если премьер решает, что нужно делать отставку несколько месяцев до выборов, это был бы очень такой критичный шаг, очень такой, где уже нельзя, может быть, предусмотреть, что дальше будет происходить, он решил защищать. Ну, совершенно рациональный, поэтому он, получается, что он иногда и несет всякую чушь по этому поводу, ну, что там какая-то крутая, там, координированная и так далее. Я вот так посмотрел, что я тоже туда попадаю, я тоже в статейке 2 ДНС Бизнес, ну, нет, это называется, письмо в редакцию. В которой, да, я так сказать, иронически, ну, так, прохожусь и по Министерству финансов, и по ФКТК и так далее. То есть, но это все факты. Это как они вот реагировали, это 40, 25, чего, непонятно чего, как они избирали этого начальника ВИД. Ну, это же абсурд какой-то. Это же не так, что какая-то комиссия с Марса прилетела. Это там тотальное большинство ее прямых подчиненных. И у них еще эта фирма была, которая профессиональная, как бы, ну, ладно, это маленькая фирма. По отбору персонала. Да, по отбору персонала. И они не могли сделать то, что любой десятиклассник за пять минут может сделать. Ну, такой нормально развитый, ну, не двоечник какой-то, а нормальный человек со средним образованием. А они что там делали? Сиживали там, просеивали. Это же полный, ну, провал. Это действительно скандальный провал. Причем, если там было бы очень много хороших от кого избирать, тогда хорошо, первый отказался, берем второго. А кто там был второй? А был ли второй? Говорят, там восемнадцать или девятнадцать их было. Ну, где же, не покажите. Где эта очередь? Да. А это был, якобы, самый лучший. И причем задавили его по этим, когда по фактически не беспредметным делам. Ну, что он, якобы, знаком там с Мартинсоном, не знаком там, занимался это, но и ка не занимался. Но, по сути дела, он был ликвидатором фирмы, которая была проликвидирована, грубо говоря, кинув государство, там, на шести циферную, ну, налогов. То есть, он, в таком смысле, он специалист, он знает, как налоговую инспекцию можно одурачить, может быть, по этим параметрам можно было бы подбирать. Но как министр может не отвечать за это? Она с ним встречалась уже, там, ручку уже почти везла, так сказать, на утверждение. Следовательно, за это надо отвечать, и ее критикуют совершенно основательно. А то, что критикуют многие со многих сторон, называете это компанией. Но инициатор этой компании точно известен, и зовут его, этого инициатора, данная разница в ОЗО. Вообще, в последнее время много разговоров о том, что есть какой-то заговор, и как-то мы, что-то происходит вокруг нас, и все, там, должностные лица политики в сговоре и все знают, в том числе, вот, этот скандал с Ремшевичем, о том, что он там контролировал вообще всех и вся, и только с его разрешения вообще что-то происходило у нас в финансовой сфере. И в том числе, Эрнест Бернис, один из акционеров банка АБЛВ на днях сказал о том, что он написал заявление в полицию о том, что Ремшевич ему там какие-то предложения делал, как-то пытался его контролировать. Почему у нас такая маленькая страна, когда вроде как все друг друга знают, но при этом боятся сказать? Почему господин Бернис ранее об этом не сказал, о том, что там давили на него, что там какие-то были предложения двусмысленные? Я по конкретным ничего не могу сказать, но, скорее всего, что есть люди, которые понимают, что если они не хотят выглядеть дураками, они раз сказал, так покажи бумагу. Ну, в принципе. Ну, хотя бы там запись, да. Есть люди такие, как этот сейчас горе-исследователь Юрош, который вот именно говорит, у меня есть компромат, там написано там такое, я вам не могу показывать, что это такое, но, понимаете, там, да, ну, это жуткий компромат. Поверьте на слово. Да, ну, поскольку мы знаем его предыдущую карьеру и так далее, ну, это человек выставляет себя просто, ну, бронебойным, так сказать, идиотом, да. А господин Бернис или кто-нибудь другой из этих, ну, он не будет выставлять себя дураком, да. Дураком. Да, но когда у него отнимают его бизнес, которые вообще-то, говоря, там, то есть это свой капитал у них в сотнях миллионов, да. Что значит капитал? Это то, что, ну, его часть. Ему это за пять минут отобрали. Ну, почти, почти отобрали. Ну, тогда, может быть, и можно решиться на более такие резкие движения. Касательно господина Ремшевича, там, ну, все-таки это дело, как не, уж как не выкручиваются эти, ну, силовые наши службы, и им кажется, что это все очень нормально, полгода, год и так далее. Ну, это, по-моему, ненормально. Раз они в феврале арестовали человека, ну, задержали, это, наверное, так называется. И у нас середина июня, а то было в середине февраля, да, это, и нет вообще ничего, вообще ничего. Только, ну, иногда журналистам, которые более в таком, ну, в тесном контакте с некоторыми там участниками всего этого, там появляются какие-то странные всякие, там, про недвижимость, что-то, как-то кто у кого-то арендовал, ну, за то, что кто-то у кого-то арендовал одной из самых высших лиц по административной, так сказать, иерархии, держать двое суток под арестом, ну, извините, это что-то не того. Ну, на ваш взгляд, тогда полиция безопасности должна каждый месяц как-то отчитываться о своей работе, рассказывать на то, что на этот момент мы узнали... По-моему, это не полиция безопасности, по-моему, это этот... Они передали к нам, арестовали это сначала. Хорошо, но у структуры ответственные, да. Они должны как-то... Ну, они говорят, что там это все, ну, что, вот, ну, полгода самое большое, ну, полгода как бы в августе, это до выборов еще. Но мне не... Раз это было что-то такое, что-то такое ужасное, да, мне очень кажется, что это будет ридзене-два. Ну, то есть, записи какие-то есть, ну, в личном разговоре, даже с самым гнусным, вот, типа, такое, слушай, я тебе дам лопату, ты того убей. Ну, к примеру. Послушали, хорошо, нашли лопату, нашли убитого, вот вам дело. А так, если я по пьяни сказал кому-то, вот я вот взял лопату и там, это самое, я могу говорить, что хочу. Я не дал подписку. И если ситуация такая, что есть какие-то очень колоритные записи и очень такие, ну, какие-то, может быть, крайне непристойные, может быть, даже, ну, как это сказать, с явным, открытым текстом уголовного, так сказать, содержания. Это крайне непристойно. Если такие записи есть, то президент банка должен подать вот ставку, определенно. Но то, что от этого никак не следует, что там будет успешный уголовный отдел. Ну, а вообще у нас люди, наше общество, они хотят об этом знать, потому что поговорили про Ридзена, говорили, говорили, вроде как забыли, уже никого не интересует, чем там закончится, комиссия разбиралась, разбиралась, к чему пришла, ладно, забыли. Сейчас с делом Ремшевича тоже как-то все затихло-затихло, никто не вспоминает, пока там это где-то не всплывает, никто как бы особо и не интересуется. С тем же там делом убийства администратора неплатежеспособности Бункуса, тоже это громкое дело, но не факт, что через, сейчас все возмущаются, что это 90-е, что это беспредел, что с этим надо разбираться, но не факт, что через пару месяцев об этом опять не забудут, войдут в какой-то свой обычный ритм жизни, и как-то, ну, а чем там закончилось, ну, как-то нас не очень интересует. Ну, в каком-то смысле это правда, то есть это, я согласен с тем, что есть некоторая усталость общественности вообще ко всему, и эта усталость выливается вот в этот феномен, что мы голосуем, потом опять, а, ну, про этих же проголосовали, опять ничего не имею, ну, продерживаются еще 4 года. И до сих пор, начиная с выборов 5-го Сейма, участие непременно снижается, в прошлых выборах было 58% только участие, это уже ниже, 60-ти, и это значит, что общественность вообще не очень согласна вообще с тем, что они что-то решают. И тут есть куча причин, в том числе малоспособность элиты политической. Они не умеют зажигать идеями и пользуются просто такими, ну, гнилыми всякими отписками. Ну, мы без удовольствия, но Европа не позволяет. Ну, раз Европа позволяет, не позволяет, так что нам ходить на выборы? Мы там мы можем влиять европейские процессы пропорционально нашей, ну, нашей доли. Мы как выборщики в Европе 0,4%. Надевайте наушники, примем звонок. Добрый день. Добрый день. Господин Беннин, вы сейчас очень хорошо выявили суть того, что, о чем сейчас шла речь. Дело господина Ремшевича, если можно так это определить. Ведь на самом деле, если этим не занималась полиция безопасности, а ведь такая фигура господин Ремшевич, она полностью под контролем Центрального банка Европы, она без распоряжений руководства этого банка, никто здесь в Ларси не полномочен ничего предпринимать по отношению к господину Ремшевичу. А если это дело передано к НАП, а мы уже из той общественности, которая следит, как вы сейчас говорите, что есть, которые следят, как-то следивают происходящее, мы это видим, что когда речь идет о КНАП, то всегда спускаются те дела, которые непонятны, имеют криминал, какой криминал, одним словом, дела, которые заключают в себе разборки между теми, кто здесь заинтересован, группировками. Конкретики никогда не будет. Значит, такое положение, что господин Ремшевич взял удар на себя того, что произошло с этим банком, а это откровенная отмывка самых-самых таких, самых-то помощных денег. Значит, господин Ремшевич один из элиты на это способен. Все-таки латвийский народ силен. Спасибо. Это один из таких сценариев, который, так сказать, имеет место, раз мы расписываем семь или, не знаю, десять, пятнадцать сценариев, один из них может быть такой, что он получил, так сказать, что он боролся, как белый рыцарь, так сказать, против этих вонючих денег, и вот его, так сказать, волной захлынуло. Это может быть такое, но достаточно ли было бы это, чтобы его задерживать на сорок восемь часов? По-моему, нет. Что касается того, кто кого контролирует, это да и нет. Значит, наши эти силовые структуры, я не знаю, в какой последовательности, но они имеют право избирать процессуальные меры. И по отношению господина Ремшевца они приняли меры, что он не может принимать никаких решений. Такая вот мера процессуальная. А европейский банк оспорил это решение в европейском суде. Но европейское правосудие, знаете, она очень немедленно набирает эти обороты. И тут получился казус, потому что по нашему договору вступления в Евросоюз мы должны были изменять закон о банке Латвии, чтобы обеспечить полную независимость банка Латвии от политической ситуации в Латвии. Так оно сейчас во всех бумагах. С 1 мая 2004 года и поэтому Ремшевец является членом совета ЕЦБ и ЕЦБ по формальному признаку, что местная полиция вмешалась в компетенцию ЕЦБ. Но этот вопрос не решен. Он когда-то будет решен, наверное. А заседание ЕЦБ проходит, кстати, в Риге. Да, и это уже полнейший казус. Я надеюсь, что вечером посмотрим новости. Я надеюсь, что вице-президент будет Латвии представлять, чтобы там совсем не было как-то странно совсем. Поскольку решений принимать господин Ремшевец не имеет права. Но его отставить, с поста отстранить тоже никто не имеет права. Вот такая ситуация. Если говорить еще о таких громких делах, которые у нас в последнее время происходили, это ситуация с ресторанами в Аероксалу в частности. совладельцы сказали о том, что ладно бы к нам просто так пришли проверить что-то еще, мы не против проверок, но то, как это было сделано, и сотрудники в некотором шоке пребывают, и клиенты, которые в этот момент находили, что там прям такое ощущение, как будто фабрика по производству наркотиков явно была, как минимум. Для чего надо так громко все это делать? Я не знаю, я никогда не был ни милиционером, ни полицистом, не знаю, но предположительно, если это исследователи имели какую-то информацию, скорее всего, я там понял, что есть одно заявление, и они работали, значит, есть и какая-то агентурная информация, наверное, и при этом они решили, что там можно взять улики, это сетевая структура, ну, там надо хлоп одним разом, ну, ну, что вот денег столько, пробиты столько, и там, понятно, никаких приглашений не присылают, знаете, мы вот со срочным визитом через три дня будем у вас, вот так сказать, готовьте, готовьте чемоданы, да, ну, понятно, если аргументация такая, то это можно немножко понять, но, конечно, немножко странно, поскольку, ну, это, мы знаем, что эта сеть одна из первых вообще самые эти засертифицированные аппараты купила, мы знаем, что с этим аппаратом и тот же служба налоговая, которая тоже под министерством финансов, она ведь тоже опростафилилась, вообще-то говоря, когда они сказали, что надо вводить социальные налоги, ну, и надо платить большие деньги всем, потом яяснилось, что то, что купили, опять не соответствует, опять надо пересертифицировать и так далее, это тоже некомпетентность управления, и что если эти самые новейшие аппараты их можно так манипулировать, конечно, если кто-то это делал, он виноват, и он должен быть там соответственно, но кто допустил, почему надо было, тогда можно было и такие прошлые эти дохлые пользоваться, по этой, ну, там нет, нет отличия в этом, так что мне это опять-таки, если пройдет неделя-две-шесть и будет только мы продолжаем разбираться, то это мне как, ну, не знаю, как гражданину и как человеку иногда вечерами смотрящий телевизор, мне это не нравится, вот, вот не нравится, по-моему, неправильно. У нас совсем мало времени остается, и вот про нравится и не нравится, выборы приближаются, и много лиц у нас появляется новых, в общем-то, есть из чего выбирать, казалось бы, старая отсечь, вот вам, пожалуйста, дорогу молодым, как вы думаете, какие шансы у этих молодых людей, которые идут на выборы и которые будут баллотироваться? То, что мы уже в первой части говорили, что они очень, их шансы, ну, хорошо, посмотрим в августе, может быть, немножко, сейчас очень трудно сказать, вот, эти проходят, эти не проходят, но одну вещь можно сказать совершенно определенно, и это я обращаюсь к вашим слушателям, которых вот интересуют эти темы, и у которых, может быть, есть немножко свободного времени, смотрите латвийские телеканалы, будет очень интересно, ну, вот то, что вчера был этот совершенно феерическая дискуссия там с оборванием проводов, почему, потому что это люди, которые очень уж настроены на что-то изменить, они любители, они не имеют профессиональных политических навыков, и поэтому это выглядит, ну, как шоу, реалити-шоу, когда они не профессионалы что-то делают, а полюбительски, если там есть такие крутые компроматы, их надо было выставлять, ну, вторая половина июля, может, даже первая неделя августа, ну, тогда это было бы профессионально, правильно, так сказать, они там вовсю орудует, так что, те, которые не владеют терминологией, ну, такой политической, политологической, юридической, может быть, немножко подучиться, освежить, так сказать, и смотреть, дебаты будут фееричные, красивые, и очень, может быть, что совершенно бессмысленные, что, в чем сериалы и хороши. Финал известен уже. Да. Спасибо, специалист по общественным отношениям, публицист Марис Бензикс был у нас в гостях, программу провела Анастасия Смоловская, помогал звукорежиссер Евгений Копенц, всего хорошего.